Это только у Владимира Высоцкого при беге на месте нет первых и отстающих. В сфере благоустройства одной лишь только видимости работы сегодня недостаточно. Время другое. Каждый такой случай и губернатор, и региональная власть рассматривает, можно сказать, под увеличительным стеклом. Над теми, кто не может или не хочет работать, реально навис домоклов меч правосудия. Я надеюсь также, что администрации муниципальных образований, как заказчики, уже ведут юридическую претензионную работу с подрядными организациями, которые не выполняют условия договора. Эта информация должна быть доведена до общества, до всех людей. Еще раз повторю, все, что запланировано по благоустройству общественных пространств в этом году, должно быть сделано и без потерь в качестве. И напоминаю, что на некоторые проблемные объекты приеду лично посмотреть, что и как благоустроено. И главное, спрошу у людей, наших жителей, все ли их устраивает и выполнены ли те работы, о которых было заявлено. Еще одна важная тема для жителей города – транспортная. Общественность сегодня волнует в первую очередь развитие муниципальной компании управления Рязанского троллейбуса, за которой закреплены все стратегически важные и магистральные общественные маршруты. Говоря о финансовой помощи предприятию, Николай Любимов был категоричен. Напомню, что только убедившись в реальном оздоровлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в том, что оно начинает работать эффективно, мы примем решение о его поддержке со стороны регионального бюджета и о дополнительных инвестициях. Неделю назад губернатор просил предоставить так называемую дорожную карту оздоровления предприятия. Сегодня ее ему обозначили. Первый пункт – сохранение регулируемых тарифов. Второй – заключение отдельных муниципальных контрактов на перевозки. Третий – внутренняя оптимизация УРТ, в том числе финансово-экономическая. Всю работу городские власти обещают завершить до конца августа.